Ни хао! Ну вот, снова мы путешествуем в Макао. Мы уже добрались до Макао. Так, поездка. Значит, сначала мы ехали из Бенгу на автобусе. Мы ехали в Хафе. Как оказалось, купить билеты на автобус очень просто. Нам чудесно повезло. Автобус тоже был вполне себе нормальный. Тёпленький. Доехали, значит, мы до Хафе. Там у нас было часа четыре, наверное. Сколько часов у нас было? Много. Много часов отдыха. Мы отдыхали... Шесть? Шесть. Шесть часов мы там отдыхали в... Аэропорту. Да, Хафе. Вот. И сели на самолетик, долетели до Джухая. Да, до Джухая мы летели два часа. Два часа в Джухае. Тепло, господи, морской воздух, всё прекрасно. Вот. Перешли очень быстро границу, потому что праздники, потому что все лепят пельмени. Никого нет. Да, никого нет. Поэтому мы очень-очень всё это быстро проделали. И вот мы в Макао. Вот. Сейчас будем изучать, где здесь обменник. Нам нужно поменять деньги. И, возможно, нам удастся доехать до центра, поснимать. Потому что в центре очень-очень красиво. А самое главное? А что самое главное? Потому что мы приехали на море. А мы на море приехали, конечно. У нас выходной, поэтому мы приехали на море. Шиканули, так сказать. Вот здесь вот такая прекрасная инсталляция с собачками. Очень красиво. Очень красиво. Вот такая чудная собаченька. Что-то написано. Господа, знаете, китайский. Читайте. Вот. Привет, Макао. О, посмотрите, как круто. Вот. Мы продвигаемся к Эйфелевой башне. Я не знаю. Я себя такой маленькой и жалкой не чувствовала никогда, как рядом с вот этим огромным отелем. Прекрасным. Очень красивым и очень большим. И шли. Посмотрите, мы какого динозавра нашли. Это всё ещё этот же огромный отель. Студия Сити. О, бог ты мой! Она прекрасна! Обалдеть! Обалдеть! Очень красиво. Такая чудная аллейка. Снимаем мы снизу, потому что, ну, очень хочется запечатлеть вот эту вот красотищу сзади нас. Вот. Посмотрите, это же чудесный отель. Прекрасный. Прекрасный. Очень красиво. Очень красиво. Просто так здорово, что мы выбрались сегодня сюда. И мы попали на китайский Новый год. Сегодня Новый год. Эй, с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, с новым счастьем! Ох, как красиво! Это наши фонтаны. Идём к фонтанам. Вот там фонтаны прекрасные. Ох, как красиво! Ой, ну просто идёшь, как в сказке. Вот какая-то. Это плаза Макао. Вот она плаза. Вот такой дворец. Двигаемся вдоль. Может, успеем найти что-нибудь ещё, пока не всяких моя батарейка. Вот, посмотрите. Огонёчки. Фонтанчики-огонёчки. Здесь прекрасный дракон такой огромный. Вот. Сверху это фуникулёр. Он тянется к другому дракону на той стороне. Ох, как красиво! Ну, в общем, после того, как у меня отключился телефон в Макао, началось самое интересное. Для начала мы вернулись тем же путём, каким шли, на автобусную остановку. И к своему удовольствию выяснилось, что следующий автобус будет в 5.30 утра. Та-дам! А было сколько? Два или три? Час. Нет, ну, был час, это в первый раз, когда мы прошли. Да, первый раз. Возле гольф-поля. Да, гольф-поле, оно будет всплывать. Мы пришли, обнаружили это. Конечно, расстроились. Решили, что, ну, видимо, судьба нам ехать на такси. На такси. На такси. Локация вроде как есть, всё нормально. Пошли, значит, опять мимо гольф-поля к гостиницам, потому что там таксисты ездят. Значит, дошли, поймали одного таксиста. Он как бы тимбудон вообще. Там страшный тимбудон, точно понятно, на каком языке они сидят. Это что-то, это смесь португальского, китайского, в общем, это ужасно. Не захотел ехать. Поймали второго. Показываю локацию, он говорит, не-не, я в Китай не поеду. Я говорю, это не Китай, это граница Китая с Макао. Вот, Джухай, Макао. Не-не-не-не-не, не поеду. Мы думаем, ну, что, судьба нам, значит, ночевать на улице. Пошли мы обратно мимо гольф-поля. Это в тот момент, да, я сходила? Да. В общем, мне очень хотелось... Да, там путь очень большой и ни одного в туалет, естественно. В общем, я сходила в кусты. На гольф-поле. Значит, дошли мы до остановки, сидим. Сидим, думаем, что же, что же, что же делать. А там ходило два автобуса постоянно. Да, постоянно. Тройка и пятерка, да, по-моему? Мы, значит, начали изучать расписание, куда едет, но не туда, куда нам нужно. Смотрим, идут китайские гопники. Их человек пять, наверное, было. Да, человек пять, наверное, китайских гопников. Снарядили Максима, значит, Максим пошел им объяснять, что у нас такая проблема с переводчиком. Нам нужно очень сильно попасть в Китай. Вот. Они что-то тоже на португальском, китайском, английском... В общем, поймали такси. Они объяснили что-то таксисту. Мы понадеялись, что они объяснили то, что нужно. Такси. Проехали сколько? Метров пятьсот? Метров пятьсот. Метров пятьсот за двадцать юаней. Нет, не юаней. А, макаоуских долларов. Макаоуских долларов. Он остановился непонятно где, говорит, все, вот, приехали. Мы говорим, нет. Я говорю, нам... Я говорю, нам в Китай, нам через воду, через мост, Джухай. Он говорит, нет, нет, все, там нет. Мы, короче, влющие, выскакиваем из этого такси, думаем, что такое. В общем, потом нашелся таксист, который нам объяснил на тоже португальском, английском, но, ну, хотя бы понять можно было, да. Он объяснил, что мост на ночь закрывается, а мы на островном Макао, а нужно нам на континент. Он говорит, и вы до утра, до шести утра, ну, никак не попадете. Мы, как бы, его поблагодарили. Спасибо огромное. Хотя бы вы объяснили, что происходит. Он нам посоветовал гостиницу дешевую за шестьсот макаоуских долларов. Мы сказали, спасибо, мы, как бомжи, лучше на улице. И мы снова пошли в моего гольфполе. В общем, мы пришли на остановку, поняли, что здесь нам и ночевать. У Максима была еще зарядка. Там на планшете мы посмотрели «Букашек», французский мультик. Его все знают, да, очень миленькие, похохотали. Потом нас начало накрывать, потому что мы не ели и не спали. Я не знаю, то, что мы несли там, ну, Максим, по-моему, он немножко даже испугался, что с нами что-то не так, потому что мы с Оксаной просто до истерики хохотали с какой-то ерунды. Как будто, ну, я не знаю, что мы употребили, мы ничего не употребляли вообще. Ни еды, ни воды, да, вообще, в этом-то и дело. Вот. В общем, до 5.30 мы вот так вот куковали. Потом, наконец-то, пришел автобус. А еще автобус система плага спрашивает. Почему? А, там заходишь, получается, и рядом с водителем бросаешь монетки. Но водитель не смотрит, какие монетки и какое количество монеток ты туда вкинул. Оксана Жмению какую-то чего-то непонятного вкинула на половину макаусских, половину китайских монет. В общем, все, что в кармане было. Вот. Мы доехали до Джухая. Очень хотели найти море. Да. Встретит рассвет. Встретит рассвет. Рассвет мы встретили почти на море. Мы до моря не дошли, я даже не знаю. Метров сто. Метров сто. Его просто не было видно, оно, оказывается, там было. В общем, дальше наша эпопея была с аэропортом, бесконечными куда-то переездами и перелетами, объедаловым фастфуда. Очень хорошо, что мы ели. Ну да, потому что мы очень устали за эту чудную ночь. А еще в аэропорту же, ну, не поспишь, потому что нельзя спать, потому что у тебя вещи могут украсть. Поэтому, как только ты делаешь вид, что ты вроде как прикорнул, прибегают, эти самые, как, security, охранники, охранники, да, стражники. Стражники китайские. Говорят, не-не-не, не спать, не спать, а ну-ка проснулись все. Не-не-не, мы не спим. А потом, значит, был очень забавный еще момент. Ребята пошли, я не помню, куда они пошли. Я осталась со всеми девайсами, которые стояли на зарядке. И метрах в пяти от этого места была мусорка. Я не помню, я что-то ела или пила, в общем, мне нужна была мусорка. И я отошла, вот, пять метров, пять метров я отошла к мусорке, выкидываю бумажку, разворачиваюсь. Бегут, бегут три человека в полной амуниции, чуть ли не с автоматами. Я думаю, боже, что происходит, что происходит. И они такие, что, типа, чье это, чье это оставленные вещи. Говорят, а мои, мои вещи, помогите. Они, все хорошо тут, а все нормально, что, типа, у них очень быстро реагируют на оставленные вещи. То есть с такой скоростью, что я такого никогда в жизни не видела. Быстрого реагирования. Вот, ну и все, мы благополучно добрались. Сразу поехали. Мы сидели в аэропорту уже сейчас. Ну, это нормально, это нормально. Вот. Все, приехали сразу. Хэфэй. А, вот, Хэфэй я забыла. Хэфэй. Хэфэй. Так, Хэфэй это отдельная история. Прилетаем мы в Хэфэй. 200 километров. Да. Розовые цветочки. Да, розовые цветочки. Ну, вот тут розовые трусы, цветочки, весна. Да, тут тепло, кстати. Так, в общем, прилетели мы в Хэфэй. У нас должен быть автобус по расписанию. Восемь с чем-то, да. Последний автобус до Бенбу. Мы идем вниз, там, где написано shuttle bus. Подходим к девчулике до Янки, и я ей в переводчике объясняю, что девушка, нам нужно три билета в Бенбу. Она говорит, Мэйо. Ну, нету. Ну, ладно, пойдем искать, у кого есть. В общем, достали в информации девушку, очень приятная, кстати. Объяснили ситуацию, что нам нужно добраться до Бенбу. Она говорит, там внизу, туда же. Ну, и объяснила туда же, идите, там продаются билеты. Мы идем туда же. А это Мэйо. В общем, по итогу там еще кто-то, да, подошел. И объяснили нам, что этот автобус отменен. То есть, ушел предыдущий в шесть часов, а этот отменен. В общем, такая вот веселуха. Как добраться до Бенгу? А нам на работу, ну, по-любому. Кровь из бусу, хоть телепортируйся. Ну, значит, решили ехать на такси. Вышли. Понабежали таксисты китайские. Какая-то таксистская мафия. Сейчас, секундочку. Понабежали таксисты. И предлагают свои услуги за 800 юаней, 900 юаней. Мы им говорим, как бы, ребят, нет, давайте... Я тоже больше сотки дала. Да, давайте как-то уложимся в 300 и поедем. Не-не-не, в 300 не уложимся. Окей, в конце концов, нашелся таксист, который согласился за 350, по-моему, да? 360. За 360 юаней отвезти нас в Бенгу. Говорит, пошли, мы с ним идем в машину. И вот эта вся толпа таксистов тоже за нами идут. И ругаются. И очень сильно кричат и ругаются на этого таксиста. В общем, он нас посадил в машину, а потом исчез. И, возможно, его где-то там закопали за его самоуправство. В общем, мы ждали где-то минут десять, и я поняла, что дальше ждать просто уже нельзя, мы опоздаем. Мы вышли, в общем, я погуглила, как добраться от ХФ до Бенгу. Есть скоростной поезд. Нашли, какой именно вокзал. В общем, поехали туда. Едем мы на такси. Едем и едем. Едем и едем. Я думаю, господи, куда мы едем? Оказалось, что аэропорт находится от города ХФ в очень большом расстоянии. Даже не знаю, километров сто, наверное. Но очень долго мы ехали. В общем, в конце концов, приехали, купили билеты, сели на поезд. Наконец-то добрались до клуба. Вот, нас встретил наш певец. Спасибо ему огромное, что он приехал, забрал нас в вокзал и отвез на работу. Вот такие вот у нас чудесные приключения. Вот так мы съездили в Макао. Вот. So, bye-bye.